Привет! Ты находишься на моем канале и здесь я рассказываю о своем материнстве. До этого я рассказывала о своей беременности. И сегодняшний влог я хочу посвятить тому, как прошла наша неделя. Сына, поздоровайся! Привет! Скажи, очень нужен мне ваш штатив, потому что здесь интереснее, чем куча игрушек лежит просто вокруг нас. Но нужно именно то, что просто супер масловатой формы и мамина. Хотела бы поделиться с вами нашим сном, потому что это очень актуальная тема и проблема, с которой мы столкнулись на этой неделе. Сейчас мы переживаем, видимо, регресс сна. Я на самом деле не очень разбираюсь во всех штуках, но на этой неделе прям конкретно мы боремся со сном, боремся с режущимися зубами. И на этой же неделе мы ввели прикорм. Нам еще нечего 7 месяцев, но мы решили ввести прикорм раньше. По той, по самой причине, что у малыша очень активно уже развился пищевой интерес, и ему просто срочно нужно есть то, что едим мы. И пока мы едим, невозможно просто спокойно сидеть, потому что он начинает плакать, проситься к нам за стол и все прочее. Поэтому я решила, во-первых, мы уже купили стульчик. В будущей неделе он уже будет сесть со стульчиком с нами за столом и кушать свою еду. Давали ему пока что прикорм без стульчика, что очень неудобно. Ладно, сначала начнем со сна. В общем, сон у нас вообще штука такая сложная, и это, наверное, единственная очень проблемная тема в нашей паре с сыном, потому что, не знаю, может быть у кого-то хуже, но то, что переживаем сейчас мы, для меня очень сложно. Сон и зубы – это просто вообще что-то из разряда ужасов, фильма ужасов. Как вот начинается наш день? Мы просыпаемся сейчас где-то в 8.30, 9, ну иногда в 8 бывает, то есть с 8 до 9, сын как штык, вот 100% вот просыпается, и все, начинается наш день. Мы меняем ему подгузники, умываемся, ну вот эти вот все утренние процедуры всякие разные, и что значит происходит потом? Потом, пока вот мы все это сделаем, то есть уже будет время, ну часов 10, 10.30, и вот к этому моменту он уже достаточно устает, и может покушать и опять уснуть на первый как дневной сон, то есть утренний дневной, не знаю, как это назвать. И вот он может поспать минут 30, а может вообще не поспать, вот, и он не спит, и к 12 уже он начинает просто очень сильно уже истерить, все, хочет спать, все, мы идем спать, до этого было все хорошо, то есть мы шли где-то в 12 спать, он кушал, спокойно засыпал, и мог проспать до двух, ну иногда до часу, то есть как настроение будет. Сейчас же у нас с этим большая проблема, потому что он кушает, уже вроде спает, глаза трет, все, брови красные, уши свои теребит, все, уже просто хочет спать, но в какой-то момент все, сон как бы улетучивается, и все, нам нужно опять играть, что и произошло вот сейчас, собственно, днем. Я не знаю, с чем это связано, с тем, что он резко начал как бы ползать, переползать подушки, либо же просто как-то ему не спится, и ему нужно больше теперь времени для бодрствования. Сейчас мы поспали вот утром где-то полчасика, и снова мы на ковре, и я не понимаю просто как мне что-то успеть, потому что обычно я его укладывала на дневной сон, и хотя бы как-то у меня было хотя бы полтора часа на какое-то время для себя, то есть что-то поделать, где-то подубраться, что-то, да есть завтрак, который я не успеваю поесть утром полноценно, выдохнуть, просто подготовиться к дальнейшим действиям на день, но он спит просто засыпать, если, то спит, но он если засыпает в 12, то спит просто 20 минут, 20 минут, 30 минут, и все, и все, он просыпается, и ему нужно опять вот 2 часа бодрствования, и то есть мы все это время практически бодрствуем, и в итоге мы просто, бодрствование это в перемешку с криком и истериками, потому что он уставший, не до конца выспавшийся, плюс еще режутся зубы, и по итогу в 3 часа мы кое-как вылазим из дома, и идем гулять, и только на прогулке он более-менее нормально засыпает, спит где-то 2 часа, ну иногда бывает, что у него нет настроения, он спит всего лишь час на этой прогулке, и мы бежим назад домой, бежим домой, и дома начинается опять катавасия вся, мы тут везде и всюду, но до вечера он не может протянуть, и вот может опять вырубиться на полчасика, часов в 7, но чаще всего он не вырубается, и ждет уже ночного сна, на ночной сон мы уходим в 8.30, и тут начинается самое интересное, в 8.30, точнее не уходим на ночной сон, а в 8.30 мы идем купаться, купаемся, в 9 мы уже, ну уже все умыты, переодеты, и все кушаем, кушаем, раньше было как, мы в 9 кушали, он засыпал, и все, но это было очень мало, наверное первые только месяцы, сейчас же как, в 9 он кушает, засыпает, на груди, потому что он ест, ему все нравится, он расслаблен после ванны, засыпает, сон длится 30-40 минут, и он просыпается, как ни в чем не бывало, все, готовы снова покорять этот мир, ползти дальше, в итоге мы кое-как, конечно же уже он не ползает ничего, пытаемся дальше продлить этот сон, сон пытаемся продлить, он не продлевается, и можно еще вот по итогу, около часа, просто потратить на то, чтобы уложить его заново, но не всегда он просто возьмет и уснет, а он просто может дальше опять же поспать полчаса, и опять проснуться, и вообще в идеале, если вот он просыпается в 9, ну вот он поел, в 8-30 поел, потом опять поспал, потом вот он в 9 опять просыпается, и мы пытаемся продлить этот ночной сон, в идеале он засыпает в 10, и все, и спит уже, ну вот до часу, где-то до двух, ну редко до двух, где-то до часу он спит, и потом кушает, и опять засыпает, и все, и мы спим дальше, в целом еще 2-3 кормления происходит, это вот в идеале, а то, что происходит сейчас, мы просто как бы не спим, то есть он просыпается в ночное кормление, ест, и вот все это время во сне он ворочается, что-то ему надо, и то, и все, потом он опять засыпает, все прошлые 2 недели, он просто просыпался вот 2 часа ночи, и все, и начинался просто ор полнейший, и вот что происходит, непонятно, и укачиваешь, и все, и непонятно, то ли газики, то ли зубики, то ли еще что-то, короче, в итоге кое-как засыпаем дальше, а потом уже наступает утро, под утро, он уже не так крепко спит, как ночью, он уже ворочается, и постоянно кушает сисю, а потом, просто-напросто, он уже просыпается в 8, или полдевятого, и все, то есть все, я готов просыпаться, я готов идти гулять, играть со своими игрушками, и в итоге мы без сна, но ночью это, конечно, очень тяжело, но самое, больше всего меня волнует, это дневной сон, потому что днем, хотя бы как-то хочется, побыть, и провести время самой собой, вот, попить чаю спокойно, там, посмотреть какую-нибудь серию сериала, почитать книгу, еще что-то сделать, но он просто спит по 20 минут, и я просто весь день вот так вот вокруг него ношусь, везде пытаюсь что-то как-то сделать, плюс еще хочется записать какое-то видео, а сегодня, например, вот мы просто встали, потом мне нужно было прибраться с вечера, там, посуда, вот это все, там, поставить стирку, тут уже проснулся он, надо его опять покормить, нужно с ним поиграть, нужно как-то поесть, вот в этом во всем, и во всем промежутке, что-то быстро поел завтрак наполовину, он уже захотел сам кушать, мы ему дали пюрешку, поел пюрешку, все, потом захотел спать, вот пошли укладываться спать, он нифига не уснул, в итоге все, что было до этого, прибраться не успелось, и вот так вот происходит такая вот катавасия, и тяжело, конечно, что-то записать, но вот пока вот он решил, короче, на дневной сон не уходить, он ползает на ковре, и я решила вот что-то вам рассказать, радость не длится вечно, около часа мы поспали, только я встала, потому что до этого я охраняла его сон, и все, все, мы проснулись, да? Короче, значит, идем убираться вместе, идем делать все вместе, я уже поняла, что мне по отдельности больше не существовать, да? Расцарапал все себе лицо, короче, своими когтями, я не знаю, уже подстригаю их каждые два дня, потому что это что-то невозможное, просто все в царапинах, а тогда пойдем собираться, и через час нам как раз идти гулять. Сегодня муж у нас задерживается на работе, и поэтому мы с боем вечер проводим вместе, и будем готовить ужин, и вот про вот этот слин, который я вам рассказывала, вообще был не очень в ходу, а сейчас мы заново вот им пользуемся сейчас. Вот он захватывается, ну, это самая простая намотка, я не знаю, правильное дело или нет, вообще тут, типа, по-правильному, не должно быть вообще никаких складов, на ножке, мне кажется, как будто все равно немножко давит он, и поэтому, короче, я его не очень использую, но и вообще, если использовать, то недолго, вот сейчас мы разорались, и поэтому вместо того, чтобы позать, мы будем готовить вместе, ну, конечно, я уже полминута готовила, сын, тебе нравится? Вот он уже вертится вот так во все стороны, когда я его только заказывала, ему было только два месяца, и он вообще еще голову не держал, сейчас более-менее получше, он может как бы тут находиться, но вообще чуть-чуть вот так повыше он должен быть, надо получше затягивать, ну, слинг, но я торопилась, потому что он кричал, и поэтому он немножко у меня как свисает. В целом, штука удобная, но она, опять же, только на голое тело, то есть, тут он сейчас в поди, а я хотела, чтобы можно было ходить в одежде, но в одежде не очень удобно с таким слингом, и поэтому, наверное, чуть позже мы будем использовать эрго-рюкзак уже на улицу, а вот такой чуть-чуть в домашнем варианте либо летом, когда малыш маленький, в принципе, можно, вот, уже начинается возмущение, ну, это просто уже вечереет, и поэтому настроения нет, так что, не бойся, ну, что, ну, что, без ужина, поела супчика и хватит, да, ну, ладно, я не буду себя пугать, будем покушать, придется, яблочко будешь? Вот с такой штучки я ему даю яблочко, называется Нибблер, не дадим ему яблочко, вот сегодня и это, можно его доесть, тоже сдам его, держи яблочко, вот он берет его ручками и уже и это, спокойно кушает, вкусно? Показываю сыну первый снег, да? У нас пошел нормальный снежок, да, сыночка? Снежок пошел первый раз, вот, сны у нас по полчасика, да? и с конца недели начнем уже вводить прикорм, потому что мне кажется, что он у меня как-то плохо наедается, но он наедается, молоко очень быстро переваривается, быстрее становится голодный, постоянно меня теребит и плюс еще это, он стал больше позать, у него активность поднялась, и мне кажется, что ему нужно побольше кушать и пора уже начинать вводить еду в нашу жизнь. На этой же неделе мы ввели прикорм. Прикорм мы начали вводить сейчас 2 февраля у нас и нам 5 месяцев и, ну, по-моему, 2 недели, вот где-то так. Хотела дождаться 6 месяцев, так как педиатр говорила, что торопиться не стоит, но из-за повышенного пищевого интереса, повторюсь, я решила начать прикорм раньше, плюс меня начало сильно не раздражать, а тяжело, то, что он постоянно хочет кушать и из-за того, что он растет, он становится активнее, быстрее наступает чувство голода и я хочу побыстрее вести еду, чтобы как бы совместно с ГВ была еще еда, чтобы он не так быстро голодал и потихоньку знакомиться с продуктами и дальше, так как я уже в прошлом видео рассказывала, что он у нас не берет бутылочку, я хочу, чтобы он мог остаться с кем-то, с какой-то едой и хотя бы пока, когда к моменту такому, когда он проголодается, чтобы он мог чем-то перекусить и меня дождаться. Это самая главная причина того, почему я так тороплюсь с прикормом и начали мы прикорм с кабачкового пюре, пюре прошло вообще на ура, выбрали пюре марки Хиппа или Хип, не помню, вот здесь вот прикреплю картинку, пюре понравилось, вроде производитель пишет, что оно супернатуральное, ну и как я по отзывам читала, и на втором месте по натуральности идет наш белорусский по-моему производство бабушкина лукошка, пюрешка, и хочу сказать, что не ожидала, что на самом деле будут такие хорошие отзывы, что в составе входит только вода и овощ, и поэтому на втором месте у нас стоят еще вот эти пюрешки в шкафчике, которые мы будем пробовать, начала я прикорм с баночного пюре, потому что не вижу смысла вот это стоять варить, потом блендерить ради одной ложечки, чтобы он попробовал, я вообще, мне и так не хватает времени, ни на что, поэтому я решила не усложнять себе жизнь и начать прикорм с баночного пюре, сейчас как малыш познакомится с продуктами, со всеми в баночках и больше станет кушать, тогда я уже буду ему делать домашние пюрешки, когда он больше станет есть, ну то есть уже скоро буквально, и уже буду давать ему домашнее самодельное пюре. Начнем с кабачка, в первый день мы попробуем, что это, ты развеселишься? Развеселиться, развеселиться, Вкусно? Вкусно, сын? На, будешь? Держи, 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 не играйся, не играйся. Попробовал сначала в первый день он пару ложек, я просто побоялась ему на самом деле давать больше, он попробовал пару ложек и хотел еще, но я просто очень побоялась давать ему еще, подумала, ну говорят же, одну ложечку, две дать и все, но так как мы до этого еще пробовали яблоко уже, ну не пюре, а вот через нибблер, ну там же все равно как пюрешки идут через вот эти вот дырочки, то есть считая, получается, мы уже как бы познакомили его с яблоком, но я решила не отставать, отправил и дала две ложечки, возьму, значит, вот эти пару ложечек, хотела еще, но я убрала пюре в холодильник, все плотно закрытой крышечкой, пюре хранится еще, то есть сутки после вскрытия в холодильнике, и на следующий день я просто открыла это пюре, подогрела его в кружечке с горячей водой, то есть оно хорошо подогрелось, ему очень понравилось пюре, я вообще очень рада, что ему нравится еда, и сейчас пока что мы кушали первые разы без стульчика, сейчас уже будет у нас стульчик, потому что без стульчика это просто ад, мучение, просто вообще капец, все вокруг еде, я не вижу, как ему даю, я благо снимала, и как-то, хоть как-то видела, как он кушает, кушать нужно в вертикальном положении, никак поэтому его не положить, нигде там полусидень, полулежа не посадить, лучше вертикально для безопасности, и поэтому вот кушали, пока что пробовали так, и следующий сейчас будет уже со стульчиком, вот, мои мучения кончатся, я хочу помимо пюре ввести еще ему в прикорм кашу, познакомить его с кашей, сначала хочу купить безмолочную гречневу и, наверное, кукурузную кашу, вот, и попробовать, чтобы утром он вот кушал еще кашку, может быть, он к ней привыкнет и будет очень сытый, перед сном давать ему буквально чуть-чуть, может быть, так он будет сытый и будет крепче засыпать, и, возможно, наш ночной сон будет длиться дольше, на что я надеюсь, конечно же, это все без прерывания ГВ, ГВ остается та же, как мы вот кушаем, как мы кушали до этого, так и будем кушать совместно с едой, просто еда это маленькая помощь мне, будем кушать кабачок, а на следующей неделе мы уже будем кушать, наверное, брокколи, и вот так вот будем каждую неделю знакомить малыша с разными овощами, и когда он все овощи перепробует, которые по возрасту ему можно пробовать, мы начнем давать ему фруктовые пюрешки, и это все овощи и пюрешки совместно с кашей, то есть кашу совместно с пюрешками я хочу ввести, вот, когда он это все уже перепробует, надеюсь, все у нас будет хорошо, мы уже начнем не знаю, кусочки там со скольки, с 7-8 месяцев где-то начинают кусочки потихоньку, и там уже начнется просто супер веселье, потому что придется готовить самой, делать какие-то заготовки, замораживать, тетевтельки, там и всякую еду каждый день готовить, боже, и надеюсь, мы станем поспокойнее. Субтитры сделал DimaTorzok Зубы на горизонте нигде не показываются, то есть он очень чешет, плачет, я ему мажу этим гелем зубки, мы пытаемся как-то справиться с вот этим вот чесом, но никого на горизонте нет, то есть я даже не вижу воспаления как бы десны, чтобы она была слегка припухлая, не знаю, может быть, мне плохо видно или я плохо разбираюсь, но ничего пока что вообще не виднеется, я даже не понимаю, где режется. По идее говорят, что первые два резца типа вылазят вот эти передние, а по факту он грызет где-то сбоку, то есть как будто у него то ли клык какой-то лезет, то ли что, но клыки, как я знаю и как вообще везде написано, лезут последними. Ну, посмотрим. Когда я говорила, что слинг нам уже, наверное, не нужен, то у нас просто активно вот на днях начали лезть сосуды и сейчас успокоила только это ношение слинги, потому что невозможно ничего сделать, малыш уже весит больше 7 килограмм, где-то уже примерно 7 с половиной, успокоить его можно только вот так оказалось, это просто я прибегнула к раннему варианту, надела этот слинг и вот мы вот так вот ходим. Спим он по 20 минут, очень режет зубы, он плачет, мажем этим гелем, но он как-то мало помогает, не знаю. Ну, посмотрим, сейчас походим так, он должен уснуть. Ну, успокоился он явно уже, потому что до этого он орал просто и вот так вот в рот эти пальцы сует, свои вот эти игрушки, все пытается разгрызть. Короче, невозможно, спим плохо, я сплю плохо, чувствую себя вообще не очень, я не понимаю, как в таком состоянии может хватать времени на какой-то свой досуг, на какие-то хобби, на вообще что-то, на спорт, я не понимаю, я вообще в таком состоянии, вообще без ресурса абсолютно. То есть меня это вообще никак не наполняет ничто, мне, наверное, что-то сможет наполнить только какой-то отдых просто отдельно от всех, без ребенка абсолютно, потому что вот так это просто, ну, нет ни на что просто силы и нет ни на что желания, потому что ты постоянно слышишь крик, постоянно нужно вот так вот кого-то укачивать, и ладно бы еще он спал днем хотя бы два часа беспиробудно, то тогда можно было бы чем-нибудь заняться или хотя бы даже поспать, но сейчас мы просто спим по 20 минут и как бы это невозможно не сделать ничего, никак. Бывает иногда на улицу выходим, на улицу он вырубается всегда стабильно, слава богу хоть в коляске не орет и после прогулки он еще может поспать и в совокупности с улицей и с домом выходит где-то 2-2,5 часа он может прям поспать и по этому дому еще есть там какой-то часик, чтобы провести время. Сейчас вот уже два дня просто ужасный ветер дует за окном, холодно, минус 20, а с ветром это все минус 30 и невозможно выйти на улицу коляску просто сносит от ветра и мне холодно ему может быть там не сильно холодно потому что мы очень тепло одеваемся на улицу но мне я не могу там и коляску сдувать и меня сдувать все сдувает и поэтому приходится просто сидеть дома и вот эти вот два дня уже дома это просто что-то невозможное плюс еще с вот этими зубами это просто становится невыносимо но стараемся держаться мне уже хочется просто выпить не знаю бокала два такого хорошего красного вина просто чтобы выпить и вырубиться и проспать с вечера до самого утра просто это мое желание на ближайшее время больше ничего не хочу вообще ну возможно бы сходила в спа ну конечно не знаю когда когда маму ты отпустишь в спа ребеночек ребеночек вот о чем я и говорила ножки уже холодные но вроде не синие вроде не синие ну вот что-то мне не нравится все равно как вот он поддавливает и вот он мне вечно вот набок набок сюда перекошивает ты можешь ровненько ровненько сыночка положи маме головушку на на грудь положи вот так вот так головушку положи ничего ему не надо на будешь сосу а еще не знаю говорила я или нет я думала что в три месяца короче он плюнул соску все ее почти не сосал сказал все мне она соска не нужна короче давайте как-то сами так я разный мальчик соску не буду сосать после того как вот начались вот эти зубы вот этот чоз и истерики после того как он уже поест грудь и уже просто сосет ее со злостью что ну от того что нервничает не может успокоиться то пришлось прибегнуть опять к соске он ее опять взял и до сих пор теперь сосет и вот я не знаю после этих зубов как нам плюнет ли он так же ее эту соску и скажет да мне пофигу на нее либо же у нас будет вот эта сосочная зависимость покажи кошечек какой у тебя есть вот какой да не нравятся ему игрушки кошек вот нужнее он интереснее да вот так мы купаемся вечером когда мы одни тяжело его купать на руках и поэтому мы купаемся вот с такой горки так обычно держит папа в ванне и мы купаемся там по-разному на животе на спине сейчас после тяжелого дня горка вообще выручаю прям советую если думаете братья или не брать это значит наберите если бы у нас была ванночка первые месяцы то мы бы с нее очень быстро выросли в горке он вырос можно сказать так с ванночки еще быстрее можно вырасти поэтому вообще советую вот эту горку заказывали ее на ВБ очень нужная вещь и также в ней помимо купания я утром переодеваю мой памперс то есть когда там все очень серьезно в памперсе я его вот в эту горочку кладу снимаю и благодаря этому ничего не пачкает ни кровать ни пеленки а вот эту горку легко потом помыть и все поэтому советую и на этом я хочу закончить этот влог надеюсь тебе было интересно ставь пальчик вверх подписывайся на мой канал и следи за новостями следующее видео на канале будет через неделю да сыночка поможи всем говори пока-пока спасибо за просмотр